Браво! Хлопать или не хлопать? Вот в чем вопрос. Многие начинающие любители академической, классической музыки задаются вопросом, когда уместно аплодировать во время концерта? Меня зовут Александр Пак, я преподаватель МГУ имени Ломоносова, и сегодня мы поговорим с вами об аплодисментах. Возможно, кто-то из вас попадал в неудобную ситуацию, когда вы приходите на концерт классической музыки, вам невероятно нравится исполнитель, и вы начинаете хлопать после, казалось бы, завершения музыкального произведения. Но почему-то сосед слева или справа начинает на вас шикать, пытаясь вас заткнуть. Что же такого вы сделали? Вы выразили свою эмоцию, свое восхищение, это же неплохо. Но проблема заключается в том, что в классической музыке, в академической музыке сложилась такая традиция не хлопать между частями циклического произведения. Циклическим произведениям, циклическим формам относятся симфонии, концерты, сонаты, некоторые вариации, симфонические сюиты. Все эти произведения обычно состоят из нескольких частей, которые звучат завершенно. Поэтому, услышав последние аккорды, к примеру, первой части пятой симфонии Бетховена, хочется поаплодировать, потому что она заканчивается очень монументально. Но это завершение иллюзорное, это завершение первой части, то есть первой главы большого романа, у которого есть своя концепция, своя драматургия. По этой причине и по многим другим причинам в академической музыке сложилась вот такая вот традиция не хлопать, не аплодировать между частями одного циклического произведения. Может показаться, что эта традиция, это правило сформировалось давно, но на самом деле оно появилось только в начале 20 века. До конца 19 века и начала 20 века хлопать между частями циклического произведения, например, во время исполнения симфонии, было нормальным таким вот делом. Об этом свидетельствует письмо Моцарта к своему отцу, где он рассказывает, как хорошо люди аплодировали после первой части его концерта. Во времена Бетховена, Брамса и Чайковского люди тоже аплодировали после каждой части. Более того, Брамс очень сильно расстраивался, когда не слышал аплодисменты после разных частей своих симфоний. И в целом тишина после исполнения определенных частей симфонии или концерта рассматривалась как такой провал. Так почему же сегодня нам не рекомендуют аплодировать между частями больших циклических произведений? Почему раньше это было хорошо, а сегодня это мовитон? Фух, как некультурно. Основной причиной появления такой вот традиции молчания между частями одного произведения является стремление к сохранению и соблюдению цельности музыкальной концепции, которую задумал сам композитор. К концу 19 века с развитием симфонизма эти большие многочастные произведения становились сложнее в своей концепции. И правила молчания прежде всего распространяли и популяризировали исполнители, дирижеры. Дело в том, что аплодисменты публики могут выбить исполнителей из настроения, из атмосферы произведения, которые они исполняют. А публика в 19 и 18 веке аплодировала очень активно, практически как на концертах BTS сегодня. А теперь поставьте себя на место оркестранта или дирижера, который исполняет серьезное произведение, например, симфонию номер 6 Малера. Вдруг после первой части вам долго, громко аплодируют, кричат, свистят, улюлюкают. Вам, как исполнителю, конечно же, захочется поблагодарить свою аудиторию за такое внимание, за такое восхищение. Вы будете кланяться, возможно, кивать как минимум. Но в этот момент вы, как музыкант, потеряете концентрацию. Вы отвлечетесь на другие эмоции. И вместо того, чтобы думать о глубокой концепции Малера, о смерти, о роке, вы будете думать, как хорошо я собирал, боже мой, какие хорошие люди сегодня пришли на концерт. Вы можете сказать, но в опере же хлопают, аплодируют певцам после Ари. Да, в опере немножечко другие правила, и мы действительно аплодируем после сольных арий, после знаменитых дуэтов. В большинстве случаев, если мы берем не вагнеровскую школу, композитор все-таки прописывает там паузы. Для того, чтобы аудитория восхитилась, поаплодировала, Паулю Люкола. И этот факт очень часто критиковали композиторы, которые придерживались единства и драматического развития в операх. Такие, например, как Вагнер, который ценил атмосферу, единство и целостность своей концепции, которую он вкладывал в оперу. К примеру, во время исполнения его оперы «Парсифаль» он вышел после второго акта, для того, чтобы угомонить аудиторию и попросить ее не хлопать, не аплодировать между актами, потому что он боится разрушить атмосферу этого прекрасного произведения. Аплодисменты отдельным исполнителям в опере очень часто превращались в такой вот бенефис одного артиста, в концерт одного артиста. Певца или певицу могли не отпускать со сцены, аплодировали, кричали «Браво», кричали «Бис», требовали еще раз исполнить одну и ту же арию. И представьте, каково было композитору, который вложил в это произведение какую-то одну единую концепцию, видеть, как в середине его произведения появляется такая огромная брешь, где чествует только одного артиста. Поэтому в противовес такому исполнению появились оперы Вагнера. То же самое, на мой взгляд, произошло и в инструментальной музыке. Вполне возможно, что длинные, длительные аплодисменты между частями произведения отвлекали музыкантов, и они после этих аплодисментов не могли собраться с мыслями и настроиться на исполнение второй части, третьей части и доиграть это произведение в том виде, в котором его задумал дирижер или композитор. Небольшая история из жизни. Лет пять назад я ходил на концерт Дениса Мацуева в Москве. И так как Денис Мацуев стал достаточно медийной личностью... Денис Мацуев, все рождение, Денис! На этот концерт пришли не только ценители классической музыки. Он исполнял знаменитый первый концерт Чайковского, и все было хорошо. Но после первой части раздаются оглушительные аплодисменты, и они достаточно долго длились, и было видно, как Денису Мацуеву неудобно. С одной стороны, он был очень благодарен за внимание, за восхищение. Ему хотелось как-то отблагодарить аудиторию, и он даже начал немножечко хивать в этот момент. Но с другой стороны, он понимал, что его ждут оркестранты, которые тоже настраиваются, пытаются настроиться, пытаются сконцентрироваться и не потерять смысл произведения. И так было после каждой части. Я ни в коем случае не обвиняю людей, которые хлопали между частями произведения, они просто искренне выражали свое восхищение. Люди просто не знали и не понимали, что эти аплодисменты могут каким-то образом отвлечь музыкантов. Не отвлекайте меня. Кроме того, на этом концерте аплодировали, когда слышали знакомые моменты, знакомые мелодии, как это делают на концертах поп-музыки. Такие аплодисменты в академической музыке тоже считаются не очень уместными. Вы спросите, почему? Вот в джазе, к примеру, после каждого соло очень громко аплодируют, свистят и улюлюкают. Или на концерте какого-нибудь Джастина Бибера или Филиппа Киркорова все аплодируют, услышав популярные, знаменитые, знакомые песни. Да, в популярной музыке и в джазе это вполне себе уместно. Но в данном случае люди скорее аплодируют исполнителю его мастерству. В академической же музыке, помимо мастерства исполнения, ценится и концептуально-музыкальное наполнение произведений. Если мы с вами будем хлопать каждый раз, когда мы слышим что-то знакомое или что-то очень популярное, то мы рискуем пропустить что-то важное, что хотел нам передать композитор. И при этом помешать всем другим слушателям, которые хотели это услышать. Поэтому на концертах академической музыки не рекомендуется хлопать во время исполнения. Тут может возникнуть логичный вопрос. Так как же узнать, когда можно хлопать? Не каждый может определить, где заканчивается одна часть, вторая часть, третья, четвертая часть. Может быть даже вы пропустили объявление в начале и не знаете сколько частей в этой симфонии. В этом случае доверьтесь вашему дирижеру или солисту. В большинстве случаев музыканты тоже не заинтересованы в таких вот неудобных одиночных хлопках в зале. Они всем видом показывают, что здесь хлопать не нужно. В случае с дирижером он скорее всего будет стоять к вам спиной специально, выдерживая паузу. Если вы пришли на фортепианный концерт, то пианист будет сидеть. Он будет концентрироваться, готовиться к следующей части. Когда же произведение закончится, вам всем видом покажут, что оно закончилось. Дирижер поднимет руки, поднимет оркестр, повернется к залу. Пианист встанет из-за инструмента и начнет кланяться. Вот тогда мы будем кричать «Браво! Браво!» или «Брави!». Тогда мы будем выражать свои эмоции. В любом случае решение остается за вами, конечно же. Если вы хотите проявить свои эмоции между частями произведения, никто вас не может остановить. И существуют даже музыканты, которым это нравится. Например, советский композитор Дмитрий Кобалевский говорил «Я радуюсь, когда слышу аплодисменты между частями». Значит, в зал пришел новый слушатель. А на этом все. Надеюсь, это видео помогло вам решить для себя, хлопать или не хлопать, аплодировать или нет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, слушайте хорошую музыку. Всем пока!